Итак, Хиканы, паренёк делает забавные видосы абсолютно о любых вещах, которые ему придут в голову. Он только начал, поэтому следует его немного поддержать. Хиканы, ссылка в описании. Давайте посмотрим, что у нас тут. Самый низкопробный контент здесь. Ну, чё, чувачок такой похож. Отдалённо на снейл кик. В общем, Хиканы, рекомендую. Ссылка в описании. Часик в радость и ферсаладость, дорогие Хиканы. И сегодня мы совершаем экстренный обзор на Versus Battle Oxymiron против Слава КПСС. Роджер, поприветствую наших телезрителей. Сарибол, джентльмены. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня меня, короче, высадили из какого-то, блядь,ского автобуса, нахрен. И 15 километров я рулил ради встречи с Хиканом, бля. Отлично, ради Versus Battle. Ну что ж, посмотрели мы сейчас с тобой Versus Battle Oxymiron против Гнойного или как его там, Слава КПСС. Мне нравится погремуха, Слава КПСС. Это чисто так отличный, такой отличный шахматный ход, бля. Ну хорошо, Рожек, для начала, в целом, что ты можешь сказать? Ты посмотрел, что видел, понравилось, не понравилось? Твое мнение интересует общественность. Мое мнение? Да. Я надеюсь, мое мнение, знаете, ребята, блядь, мое мнение, это хуево. Вот мое мнение, в дребезги разъебанный корабль, бля. А если честно, нахуй спорить. Человек пишет стихи, бля, а второй человек заряжает, короче, Ему, короче, тот, который вообще не урубается. Кто такой? Что такой, блядь, писатель, нахуй? Вот парфюмер Зюшкин, блядь, да, блядь. Или там еще какая-то хуйня. Ну нахуя вы, блядь, пацанов рубите, у которых в мозге только одно? Ну нахуя, блядь? Ну у них своя тема, у вас своя. Нахуя, ребят. Так ты понимаешь, что это словесная рэп-дуэль? Не понимаю. Смысл этого в чем, Роджер? Как ты думаешь? Смысл в том, чтобы доказать свою правоту, нахуй, блядь. Какую правоту? Они просто друг друга говном обливают. Говном обливают. Нахуя, блядь. Я думаю, что, блядь, они просто унитазами говна друг друга облили, блядь. И пиздец. Джентльмен, вы не обижайтесь, конечно. На то, что вы похожи на двух кукарекающих петухов друг на друга. Ну нахуя вы, сука, блядь. Да сядьте водки выпейте, его. Не будьте дураками, блядь. Вот моя рецензия. А еще лучше, в библиотеку зайдите, бахнем водки. И я вам, знаете, что почитаю, 100 лет одиночества, блядь. Маркеса. Маркеса, да. Охуяную тему. Нахуй вы, блядь, вообще вот это друг друга там уважаете. Ну нахуя, парни, блядь. Ну нахуя, блядь. Ну вам же по 20, блядь. По 22. Так Ксимирону этому уже за 30. Ну так нахуй за цирк, ебаный. Так это же коммерческая вещь. Она популярность приносит. Ну да, бывает. Рожер, а как тебе второй этот, Слава, КПСС, который? Что можешь о нем сказать? Да погремуха охуенная. Книги охуенную он перечислил. Переколбасил, да, охуенно, блядь. Но я все равно вижу, ты как-то скептически относишься. Ну слегонца, да. Потому что не надо, блядь, книгами, знаете. Один пидор кричит, я, блядь, Севченко читал. Да я, блядь, читаю, блядь, Шекспира в оригинале, нахуй. Ебаный, блядь, ты че мне теперь ходить здесь и орать, блядь. Нахуй оно надо. Так это же рэп надо выебываться. Ну да, знаешь, вот как настройки, там, кирпичи надо выложить. Ну да, блядь. Так в рэпе надо выебываться. Ну да, ну нахуй я, блядь. Ну, наенами, блядь. А че, нормальный чувак из наенами, блядь. Так че, ты сомневаешься в его интеллектуальных способностях? Нет, абсолютно. Так че, ты когда ты смотрел, ты говоришь, мне кажется, что он не понимает, о чем он говорит. Да вообще не понимаю, блядь. Чего ты так решил? Потому что, блядь, они пытаются друг друга перекричать, блядь. Они не слушают друга. Так им и не надо слышать, это их и есть задача. Друг друга говном облить как можно больше. А, ну да, да, блядь. И все-таки нахуй а школьники это смотрят? Они придурки, да. Ну почему они это именно смотрят, а не читают с ругатских, как ты говорил? Не знаю, потому что очевидно, блядь. Очевидно, потому что, блядь. Оно, сука, блядь, идет в школу, блядь. 7 часов включила телевизор, а там Филипп Киркоров, блядь, сука, выступает, блядь. Ну хуй его знает. Рожа, а тебе вообще рэп нравится? Рэп? Рэп. А почему бы и нет? Да я последнюю вообще из музыки сегодня включил Янку Дягилеву, поплакал, блядь. Последнюю из музыки, блядь. Даже не знаю, я когда магнитофон, сука, о камне расхуярил, блядь, я уже ничего не слышал. Ну зачем ты его расхуярил? Ну конечно, заебался. В смысле заебался? У тебя был припадок? Да, весь. А как мама отреагировала? Нормально. Ничего не сказала? Да. Так я же помню, я тебя уже спрашивал, наверное, она говорила, что ты танцуешь один, включаешь музыку и танцуешь. Последнее, что я слушал, ребята, вот для вас, Анну Ерман, блядь. Как ты считаешь, кто в этом батле победил? Я расскажу вам анекдот. Кто, говорит, между бобрами и козлами, кто победил в этой войне? Бобры. Почему? Потому что бобры добры, а козлы злые. Так наоборот, зло уже всегда побеждает. Ну это верно, да. Как написал в мастере Маргарите, я вечно ищу добра и вечно получаю благо. Сатана, да, блядь. Евангелие от сатаны. По-твоему, кто победил в этой битве, в этом батле? А, в батле? Оксимирон или Слава, КПСС? Как ты считаешь? Знаете, я лично на стороне этого пункера, блядь. Кого-кого? На стороне пункера, но он не победил. Какого пункера? Ну, который, да. Я на стороне пункера. Ну, блядь, он... Ну, нахуя ты вот мочишь, блядь. Я книгу начинал, да. Ты имеешь в виду этого Слава КПСС? Да, да, да. А че он пункер? Потому что он пункер. Кто такой пункер? Он панк. А че он панк? Он же рэпер. Он же рэпчик зачитывает. Нормально. Ну, у него свои стихи, свои песни. Не, ну, если по делу, то да, Оксимирон этот как-то он вяленько так смотрелся, вот. А КПСС, он, да, такой живой-живой, поинтересней, поинтересней он был. Поинтересней, да, млядь. Роджер, ты бы хотел кого-нибудь вызвать на рэп-баттл? Кого, блядь? Не знаю, кого-нибудь вот из этих, может, ребят. Ну, слушаешь ты музыку. Да я, блядь, он, блядь, нихуя не слушаю. Не, ну, ты бы хотел их обхуесосить? Ну. Почему? Я ж не пидор. Так они тоже вроде не пидоры. Жарко сегодня. Сегодня самый жаркий день, на Маковее уже будет нормально. Я люблю музыку, но не до такой же степени, чтобы ходить, чтобы кого-то хуярить. Так что, в 80-е же хуярили? Так не обязательно хуярить, а именно словесно, это, знаешь, вот как дуэль. Раньше было на пистолетах, потом пиздились просто, а сейчас... Сейчас вот так петушатся, например. Не хотел бы, в общем, никого на дуэли вызвать. Одного мента хочу вызвать, блядь. Рожа, сколько ты этому проекту ставишь из десяти, это первое будет было? Тройка, блядь. Тройка, не понравилось, вижу. Совсем, у тебя сегодня такое депрессивное настроение. Не, 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 это, блядь, чисто... Ребят, извините, но это чисто вообще, блядь, какая-то, сука, блядь, коматоз какой-то, нахуй. Ну, ты вообще понял? Да я-то понял, блядь. Нет, ты... Я понял только не из... блядь, нахуй. Не, ребят, вы извините, ну, конечно, блядь. Так это твое мнение, что извиняться? Ну, там, да. Ну, смотри, Рожер, ты говоришь, там хуйня, все такое, а миллионы людей, там по 20 миллионов просмотров есть. Ну, пускай сидят, блядь, под телевизором и хули ебать. Так это не теле, это по интернету смотрят люди. Ну, пускай смотрят, нахуй, им делать нехуй. Ну, а чем же все-таки обусловлена такая, знаешь, вот как было раньше битломания, а сейчас вот это батломания. Знаете, джентльмены, блядь. Оно, сука, блядь, сидит под телевизором, блядь, делать нехуй, ебаная. Так это не под телевизором, Роджер. Под монитором. Под монитором, сидят, блядь, делать же нехуй, блядь. А выйдет, блядь, а на дворе уже апрель, блядь, ебаная. Так скоро сентябрь, скоро в школу. Ну, да, скоро в школу, блядь. Оно, сука, сидит под телеком, монитором, блядь. Нихуя не знает, ебаная. Да хуйня тут пиздеть, нахуй. Роджер, чего тебе такое сегодня угашенное настроение? Та заебали, нахуй, Сима. Кто тебя заебал? Да сам я себя заебал. Чего ты в депрессии, Роджер? Ты сегодня вроде и венца нашел. Какое-то вино сегодня пил. Да, сухаря, блядь. Джентльмены, я, знаете, надеюсь, ребята, извините меня, пожалуйста, мы встретимся на берегу Черного моря, блядь. Послушаем музыку, почитаем нормальные книги, сходим в лес, сходим на раскопки, блядь. Я надеюсь, ребята, блядь, если у меня будет 150 рублей, блядь, я возьму две банки спирта и съебусь, нахуй, куда-нибудь поближе к морю, нахуй. К Лондону. В Лондон, да, блядь. По темзе погоняемо. Ну, подписывайтесь на канал Хикона, блядь. Джентльмены, я вам скажу следующую хуйню, блядь. Мы с птичьего полета с Хиконом снимем, короче. Наш проект называется Кампучия, блядь. Мы снимем, короче, с птичьего полета, блядь. Охуенные темы, блядь. Я надеюсь, вы просто охуеете, блядь. Харибу. Пока.